Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В настоящий момент режим повышенной готовности на территории Республики по новой коронавирусной инфекции продолжает действовать. На настоящий момент в целом по данному управлению Роспотребнадзора по Республике выявлены, к сожалению, вновь подъем новых случаев, 231 новый случай, из них 54,5%, а именно 126 случаев зафиксировано на территории города Якутска. Необходимо обратить внимание, что обращающиеся за медицинской помощью в городе Якутске имеют как постоянную, так и временную прописку, либо находятся здесь в городе Якутске без прописки, поэтому сегодня город Якутск достаточно в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации находится, и в нем зафиксировано 126 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Высокий уровень сегодня у нас и сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка продолжается быть в следующих районах республики, Мегино-Кангаласском, Намском. Эти два района на настоящий момент являются наиболее сложными с позиции того, что количество лиц, которые являются, по данному управления Роспотребнадзора, заразившимися, оно увеличивается в основном за счет семейных очагов. Необходимо обратить внимание, что именно в Намском районе, Мегино-Кангаласском, все-таки недолжный уровень вакцинирования населения, и поэтому основные заболевшие у нас невакцинированные, и тяжелые заболевшие у нас являются невакцинированными гражданами. Необходимо обратить внимание, что до сих пор остается сложная ситуация в Татинском Лусе, где вновь зарегистрировано 8 случаев, и, соответственно, небольшое снижение есть в Ильюйском Лусе, а стабильно тяжелыми остаются Алданский, Ленский и Мирненский Лус, и от 1 до 5 случаев зарегистрировано в 22 районах республики. Анализируя в целом ситуацию по республике, необходимо обратить внимание, что ряд улусов нашей республики, это касается прежде всего северных улусов, и сейчас к ним присоединился непосредственно Вилюйский улус, приняли решение об обязательном проведении тестов при приезде в улус, и, соответственно, практически тотальном тестировании всех приезжающих в район, для того, чтобы вовремя осуществлять мероприятия, направленные на снижение соответствующих последствий от новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент в тяжелом состоянии у нас находится 152 пациента, на ИВЛ 34 человека. В особой группе риска находятся лица старше 60 лет, не получившие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что по России 98% заболевших – это те, кто не прошел вакцинацию, по республике эта цифра 98,5% – те, кто не прошел вакцинацию. Необходимо также сегодня очень четко понимать, что 8,6% летальных случаев, которые у нас на территории республики фиксируются, – это лица категории старше 60 лет. В связи с чем я сегодня обращаюсь как, соответственно, к самим пожилым гражданам, так и, соответственно, к их детям. Для защиты своего старшего поколения – бабушек, дедушек. Для сохранения семьи я бы хотела обратить внимание на получение ими вакцины против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день всего у нас вакцинировано лиц старше 60 лет – 47%. Поэтому от общего количества лиц старше 60 лет. Поэтому сегодня, когда непосредственно у нас возникают ситуации заболевших, основные наши больные, которые находятся на койках – это лица старше 60 лет. И большинство из них, как я уже сказала, не получили вакцину вовремя. Поэтому мы еще раз призываем пересмотреть свое отношение и прийти на вакцинацию. На настоящий момент у нас получили первую вакцину 355 241 человек на территории республики. Ревакцинировано уже 13 050 человек. Вторая категория, которая находится под угрозой – это наши дети. На сегодняшний день у нас так и остается 20% больных. Эти дети – это дети. Медицинская помощь оказывается в соответствующем специализированном инфекционном стационаре как в городе Якутске, так и, соответственно, в районах республики. Кроме того, необходимо обратить внимание, что гриппозная вакцинация, которая на настоящий момент проводится, она должна увеличить свои темпы для того, чтобы в том числе и не произошло миксование инфекций, о чем мы уже не раз говорили на своих бритчинках.